Еще одно знакомство, руководитель театра, артист Виктор Харитонов. Я расскажу о афише нашего театра. Вы видите сводную афишу, на ней печатаются все названия, весь репертуар. Вот, пожалуйста, если можно покрупнее дайте вверх. В слове «эксперимент» первые и последние буквы напоминают наши разведенные ленинградские мосты, а буква «А» в слове «театр» напоминает шпиль «Адмиралтейство». Этим художник задал ленинградскую тему тем, что мы театр ленинградский. А все остальные буквы в слове «эксперимент» набраны разными шрифтами. Это сделано не случайно. Дело в том, что мы театр разножанровый. И у нас очень много в репертуаре представлено разных жанров. И этим мы отличаемся от других театров Ленинграда и не только Ленинграда. В репертуаре нашего ленинградского театра «Эксперимент» много спектаклей, которые составляют как бы целый цикл портретов и жизни замечательных людей. Художников, актеров, поэтов. Вот как раз и открылись мы спектаклями из цикла «Портреты ленинградских писателей». Ольга Бербольц, Михаил Дудин. Что общего в этих спектаклях? Общее то, что это своего рода исследования. Но не на бумаге, не искусствоведческие исследования. А исследования, созданные средствами театра. Поэтому у нас широко привлекается в драматургию этих спектаклей документальный материал. Мы очень благодарны Михаилу Александровичу, что он откликнулся на создание этого спектакля. Как-то нам поверил. У нас использованы его рисунки. Мы всегда пытаемся раскрыть личность объекта, который мы исследуем. Поэтому рисунки очень нам пригодились. И мы благодарны, что Михаил Александрович нарисовал портрет. Он прекрасно рисует. Нарисовал портрет Ольги Бергольц. И этот портрет стал как бы центром декоративного оформления. Театр-эксперимент в Ленинграде имеет все, что положено иметь театру. У него есть репертуар около 20 пьес. У него есть энтузиазм. У него есть свои авторы. У него есть свои артисты. У него только нет своего помещения у этого театра. Но тем не менее, качуя из одного клуба в другой, он завоевал себе своих зрителей. А это очень важно, когда у театра есть свой зритель. И знаете, когда он меня пригласил на спектакль не о ком-нибудь, а о мне самом, я сначала, значит, хотел немножко попятиться. Потом все-таки пошел на этот спектакль. И как я очутился на сцене и начал сам себя играть. Убей меня, Бог, я это не запомнил. И вот это самое заставлять каждого человека работать на свой театр, это, по-моему, одно из основных умений, редкостных умений нашего Виктора Владимировича Харитонова. Очевидно, вы в спектаклях много используете музыки, песен, поскольку у вас такой разноплановый, интересный театр. Может быть, вы нам привезли какую-то музыку, песни, покажете нам? Сегодня мы приехали на эту передачу с композитором Анатолием Милославским. Анатолий Милославский написал музыку к спектаклю «Я очень смешной». Песенку из этого спектакля мы сейчас постараемся исполнить. Нева, Нева, ты помнишь этот час? Мерцал рассвет, и было двое нас, Теперь и белым светом тополя. Когда в любви тебе признался я, Нева, у Дворцового моста, Мой Васильевский остров, Здесь родился и вырос, И выбрал свой путь. Здесь ума набирался, Грустил и смеялся, Здесь весной повстречал Любовь свою. Нева, Нева, Должна быть, ты судьба, Где б ни был я, Тоскую без тебя. Здесь все мне с детства кажется родным, Здесь прожил жизнь И встретил час войны У литейного моста, Тебе клятву принес я Эшелон добровольца Финляндский вокзал И гудки паровоза Прощальные слезы И туман над Невой Седой туман. А сколько лет С тех давних пор прошло, Воды твоей Немало утекло, Я посидел, А ты, Как в те годы, Моя неба Все так же Молода. У знакомого моста Мы встречаемся просто И люблю тебя так же, Как в дни Юных лет Отошел от причала Буксир Запастал Нам отгрившим Бутком Передал Привет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому